миром миром вам видно так слушай что хотели по плану вопроса по недавним событиям на земле израильской а что именно в первую очередь это вызвало определенный резонанс христианском мире а в частности это реставрационные работы господне в частности была снята мраморная плита того же где согласно преданию находилась тело господа после его крестной смерти и в общем то события разделяются кто-то говорит и в том числе священнослужители что это событие которое на пользу христианству кто-то отвечает в этом апокалиптичные нотки вот хотелось бы узнать и гнать и тихонович ваше мнение в частности что говорит библия во свете библии на это событие ведь я разбор просто делаю событий не настаивая ни на чем а кто будет слушать он сам тогда увидит я сейчас посмотрел я привожу в доказательство того что говорю более 60 мест из святой библии и место то не один стих иногда 10 стихов в одно место подряд которые идут и поэтому вопрос очень такой важный я попросил чтобы брат владимир он рядом сидит у меня покажись о маленькой отшатись туда вот он него он будет считать места из библии а вы так поднимаете руку и это означает вам хочется задать подбогу дополнительный вопрос а если понятно все значит я буду говорить да вот просто так руку маленьком сторонку чтобы я заметил володя тоже наблюдать за этим по порядку я взял из википедии все хотя и в других местах говорится но то же самое иерусалимский храм воскресения христова более известный как храм гроба господне по арабски по армянски как пишется по гречески и по латински считается что он стоит на том месте где согласно священному писанию был распят погребен а затем воскрес иисус христос как раз писание это говорит что он был распят на горе голгопе на холме голгопском а погребен в саду там где молился где его это совсем разные места но погребен то не на голгопе же они пришли если ты взял он говорит куда унес они понимали его здесь нет что он унес там мы не хоронили никогда земля горшечника для странников закрывает экран что экран закрывает наушники наушники закрывай но это я не видел так но не так как то чтобы было видно ладно отлично вот теперь читаем в храме ежегодно совершается церемония схождения благодатного огня это будет отдельная тема основные права владения и пользования святынями храма принадлежат иерусалимскому патриарху что именно комплекс административных зданий которого непосредственно примыкает к юго-западной стороне храма я выборочно сделал на месте пещеры гроба был построен языческий храм венеры никакого храма там не было на месте пещеры гроба господня почему он пустой там никого не было первая церковь гроба господня была заложена святой царицей еленой строилась под руководством макария иерусалимского патриарха одновременно частично охранявшиеся вифлеемской базиликой помимо гроба господня в состав храмового комплекса вошли предполагаемое место голгофе уже предполагаемое там горит считается но это же далеко не то что как было предполагаемое считается то есть не даже не напоминает что именно там и место обретения животворящего креста в этом я полностью сомневаюсь что тот крест был обретен 300 лет прошло деревянный крест да у нас 10 лет прошло и уже ничего где зарыто все в труху превратилось и три креста как узнавали но это дело другое бог все может сделать конечно теперь вот схождение благодатного огня я лично в это не верю не верю просто сколько всяких подделок и нам бог не обещал этого слухи о разрушении храма гроба господня достигли европе и послужили одним из поводов для агитации в европу к началу крестовых походов а их таких походов то было не один и два все они одинаково назначались гробу господня 11 походов речь идет о тысячах и тысячах убитых друг с другой стороны это нужно богу от кого это вот все крестовые то походы сегодня уже отказываются и католики ну понятно что там было они когда шли попутно разграбляли все православные храмы все уничтожалось это хуже чумы храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви греко-православной но это мы к этому относимся католической армянской копской сирской сирийской сирийской и эфиопской каждый из которых выделены свои пределы и часы для молитв что разделена там идет война крестовые походы и разделение вот что мы получаем от гроба господня никакой проповеди о возрождении речь нет а именно украшают сари украшали там лампад лампада одна нужно их там счету нет сколько висит далее что из этого получилось так церковь францисканцев и алтарь гвоздей алтарь гвоздей а у русских главных храм построили без гвоздиного гвоздя принадлежат католическому ордену святого франциска храм равна апостоле лена и предел три марии армянской апостольской церкви могила святого иосифа аримафельского алтарь на западной части кувуклий копской церкви что тут есть то чтобы было сравнить с евангелием никакой жизни нету то есть делят гробы голгофа кафоликон принадлежат иерусалимскому иерусалимской и православной церкви кувуклия находится в совместном пользовании различных конфессий литургии на гробе господнем друг за другом служат православные в один час ночи армяне в 4 часа утра затем католики 6 часов утра до 9 нередко такое деление служит причиной конфликтов это все написано это все знают я видел там ролики сняты как они дерутся ужасно между представителем различных конфессий чтобы не было никаких недоразумений между различными конфессиями ключи от храма с 1192 года хранятся в арабско-мусульманской семье причем право отпирать и запирать дверь принадлежат другому мусульманской семье фамилии указаны вот интересно мусульмане не могли никак разделить каждый берет ключи открывает ну кто не христиане пытается христиан развести придумывать сидят заседает скольки на скольки служить там борьба идет смертельно эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну продолжение веков первооспостольская церковь знала лишь один праздник и одну святыню христа иисуса я поясняю здесь и праздник был один крещение господне соединенные с рождеством все ничего больше не было матфея теперь читаем матфея 11 глава 9 стих тоже смотреть ходили вы пророка да говорю вам и больше пророк а зачем я взял вот здесь спрашивается ходили смотрели пророка тут все понятно а что ходили смотреть гробу господню любого вот спроси а тут гроб господин сейчас мы увидим что нам говорит прямо и костина священописание читай 3 царств 10 глава 1 стих можно записывать себе царица савская услышав о славе соломона во имя господа пришла испытать его загадками там что ходили смотреть пророка люди ходили совершали путешествие я вот что нашли никакого пророка тут они не нашли тут изыщество совершенно изыщество там да и на вере большое дальше пришла испытать его загадками царица савская знала что идет эти зачем идут гробу господню с конца света едут дальше откровение 21 глава 10 стих и вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город святой иерусалим который нисходил с неба от бога значит вознес в духе показал высокую гору великую город святой иерусалим и никакого гроба нигде нету там даже храма нету вечности мы здесь жизнь свою даже так полагать чтобы в нас были существования которые во христе иисусе господь говорит камни на камне не останется так и случилось а то что сейчас сделает как будто бог говорит и мне как на ум не приходило что вы делаете великий город святой иерусалим ничего нету дальше считаю чего хотят добиться для себя лично через поклонение чему-либо какая-то святыня привезли там голову пантелеймона и что-то еще перу от архангела михаила молоко божией матери бутылочки одно время распространяли тьму египетскую но открыть нельзя иначе свет попадет все пропадет навоз от осла который вез христа маленькая дощечка от стола на за которым христос сидел дальше деяния 5 глава 13 стих из посторонних же никто не смел предстать ним а народ прославлял их а тут все посторонние никого постоянного нету из посторонних никто а там все со всего мира то есть не сходится дальше верующих же более и более присоединялась господу множество мужчин и женщин здесь о господи речь даже не идет к святыне энергетикой заразить зара зарядиться надо чуть сказал заразиться уж оговорился дальше так что делалось так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях дабы хоть тень проходящего петра осенила кого из них здесь никого не выносят нету и что дальше сходили же также в иерусалим многие из окрестных городов неся больных и нечистыми духами одержимых которые исцелялись все которые исцелялись все у гроба господня сколько исцелилась почему не говорят даже не знают этом и никакого учета не ведется а почему мы видим как подходит он закрытый к нему доступа нету теперь окошечко оставляет одно хотя бы посмотреть и иван евангелие тяна 14 глав 15 стих если любите меня соблюдите мои заповеди мы везде должны искать общение с богом а это возможно через любовь не через поклонение какой-то вещи говорит камню дереву поклоняйтесь это прямо к нам относится камню каменная гробница дальше я объясняю фетиш это предмет вещь становящаяся объектом фетишизма религиозный петишизм культ неодушевленных вещей выраженный в обожествлении и слепом поклонение этим вещам википедия прямо полностью соответствует слепом поклонение чем только не торгуют солома которая ел осел это греки все придумали польза великой от археологии елена положила начало этой эпохи эпопеи она не знала никто не знал что из этого сделаем будет а ей больше делать нечего она занялась археологическими исследованиями нашла ну а храм ну храм заложили а дальше что будет дальше то кто в этом храме будет это мавзолей я посмотрел чем сравнить мавзолей люди идут туда сколько времени потеряно на строительство и на паломничество хаджи вот к гробу господню не считая 11 крестовых походов не знаю но кто-то бы подсчитал сколько времени то потратили на это которое могло быть направлено по другому руслу сколько километров пути похищен от благовестия вот люди то туда едут они не благовестия об этом речи даже нету и дальше пища превратилась в желчь иов 20 глава 14 стих вот задуматься об этом надо какая пища пища моя говорит что исполнять волю господню здесь этого нет волю божью никто угроба не позвонит не познает это не пища для людей которые туда приходят блага на огонь что они делают он не он не жжет они чудо есть явно чудо это чудо-чудо и там как эти грехи арабы друг на друге молодежь обязательно должны заезжать верхом едут там какая сумятица идет второй фестоникицам 2 фестоникицам 2 глава 2 стих не спешите колебаться умом и смущаться не от духа не от слова не от послания кабы нами посланного павел говорил это не думайте что-то от апостолов вот это вот поклонение вот этот ажиотаж вот этот ремонт и что-то они видят и все это усматривают вот там тамерлана за два дня до начала второй великой мировой войны на алтае тут одна была все показать и грешников то трогали то грешников трогали кто это возбегал убийство это от сатаны это но бог допустил чтобы сатана восстал тамерлана только просмотрели с разрешения сталина там самарканде и двадцатого числа двадцать первого на стол сталину лег отчет а двадцать в ночь началась война и за это берутся то есть боятся то есть мы будем чтить камень не будем задевать трепетать около него и войны не будет будет она предсказана хотя бы все до одной святыни исчезли с лица земли говорят слова пустые клянуться ложно заключает союзы зато явится суд над ними как ядовитая трава на бороздах поля я специально эти места хочу дать чтобы люди ознакомились с этим вот что говорят сейчас о гробе господьем вот эти пожар начался это из-за этого то все прилепляет пожар то какой подожди там три мусорные машины три машины сгорела потом рядом горят и деревья вспыхнули я смотрел как самолеты тушат они потушили их сразу уже мировая война началась дальше считаю мы исправим подвиг твой великий инквизитор говорит о мы убедим их наконец не гордиться ибо ты вознес их и тем научил гордиться мы и позволим грешить тихо умрут они тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть это великий инквизитор досаевского говорит говорят что ты придешь со своими гордыми и могучими то есть праведными но мы скажем что они спасли лишь себя самих а мы спасли всех это вот сегодня у патриархии без без эпидемии всех всех спасает экономия экономия ни один канон не работает я ушел от горных и возвратился воротился к смиренным мы разрешим слабовольной природе его хотя бы и грех но с нашего позволения федор михайлов достоевский братья карамазовых великом инквизиторе страница 322 5 москва 63 год река вместо рыб из дверла жаб премудрость соломона 1910 вот как что означает подделки у меня есть материал на нашем сайте и там раскрытая книга называется к истину православию это только в нее ткнуть и сразу откроется алфа и там написано и так бодрствуйте статья какие там подделки делать сатана все подражать чтобы христос не делал он может показать единственное что не может показать крест вот эти подделки считаем римлянам 10 глава 15 стих и как проповедовать если не будут посланы как написано как прекрасно ноги благоествующих мир благое благоествующих не как гроба идущих что ищите живого среди мертвых христос говорит что там нет его среди мертвых а его сегодня среди мертвых никто не ищет даже еще дальше пошли ничего не совершенно пустой гроб едут туда туда столько терпят платят деньги как проповедовать да никак о гробе ты не можешь проповедовать я взял трагедии борисы годунова в двадцать пятом году пушкин написал монолог царя борис это сцена царские палаты живая власть для черни ненавистна а не любить умеет только мертвых отношу гробу господи аналог фразы умерщвляют живых чтобы почтить мертвых далее матфея 4 глава 10 стих тогда иисус говорит ему отойди от меня сатана ибо написано господу богу твоим поклоняйся и ему одному служи ну кто-нибудь говорил или хоть кому камню поклоняйтесь там ничего нету чтить гробницу над на трупах помешались сегодня на мощах и теперь еще вот это продолжается угрожают стращают но эти собрались вместе пять конфессий патриарх иерусалимский ничего в этом они не видят но зачем тревожить я против чтобы не тревожили зачем ажиотаж вызывать он не нужен совершенно его не было три столетия никто не знал апостолы где были они назначались написано вирусалим деяния апостолов 3 глава 22 26 этом когда павел приходил никто никогда гробу господню когда он еще был просто какой он был такой и был никто из апостолов не ходил нету не во времена златоуста никто этого не знал еще столетия идут никто не ходит почему потеряли христа и не знаю где искать его идут пустому гробу дальше матфея 23 глава 29 стих горе вам книжники и фарисеи лицемеры что строите гробницы пророком и украшайте памятники праведников и говорите если бы мы были в одни отцов наших то не были бы сообщниками их пролите крови пророков таким образом вы сами против себя свидетельствуете что вы сыновья тех которые избили пророков дополняйте же меры отцов ваших вот сегодня это можно сказать поклоняются эти люди которые ежедневно распинают христа воюют убивают друг друга живут в нечистоте жизни дополняйте же меру отцов своих они думают я была там прикоснулась она не прикоснулась когда у робота господь это никто не допускает даже даже этого нету и господь им дал имена какие змеи порождение хитнины как убежите вы от суждения в гиену вот вообразим что сейчас живой христос там находится и говорит эти слова как бы от гроба то сыпанули все оттуда посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников и вы иных убьете и распнете а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город да придет на вас вся кровь праведная пролитое на земле от крови авеля праведного до крови захарии сына варахина которого вы убили между храмом и жертвенником истинно говорю вам что все сие придет народ сей и потому что гробницу потревожили придет сейчас все трясутся над этим прямо переполненный буквально интернет это начало третьей мировой войны за грехи никакого отношения гроб не имеет и что это именно гроб господин даже процента нету доказательств никаких о нем начинает уже писать спустя там я сейчас сегодня смотрел там 7 8 век иерусалим иерусалим избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе сколько раз хотела собрать детей твоих как птица собирать птенцов своих под крылья и вы не захотели не захотели к живому прийти а гробу лицемеры идут когда всех пророков поубивали все оставляется вам дом ваш пуст это пустой иерусалим ничего нету со всеми патриархатами ибо сказываю вам не увидите меня отныне да коли не воскликните благословен гряды во имя господне вот теперь и нужно сказать что он придет во имя отца своего и все рухнет и какой будет суд и не увидите меня как скажите вы хотели господа видеть а его там нету гроб пустой мария это знала прибежал петр иоанн а они знали сегодняшние люди не знают едут и надеются встретиться со христом я разговаривал кто там был скажите а зачем поехали но это святыня я святынях отдельно буду говорить луки 24 глава 5 стих и когда они были в страхе и наклонили лица своих земле сказали им что вы ищете живого между мертвыми вот как живого между мертвыми а там мертвых то нет никого никого нету что вы ищете на пустоте полная пустота дом ваш пуст его нет здесь он воскрес вспомните как он говорил вам когда был еще в галилее сказывая что сына человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распятым и в третий день воскреснуть и вспомнили они слова его и возвратившись от гроба возвестили все это одиннадцати и всем прочим и сегодня кто уже был у гроба господне они должны пойти путем который указал дух святой возвратились от гроба и возвестить всем что его там нет что они зря потратили деньги вот это необходимо людям по возвратившись от гроба возвестили всем одиннадцати и прочим то были магдалина мария и она и мария мать и якова и другие с ними которые сказали о всем апостолам и показали всем слова их пустыми и не поверили я когда сейчас говорю о том что это не нужно что это обман сплощеницы благодатный огонь это пустое все для спасения никакой роли не играет и показали всем слова их пустыми не поверили им и что интересно есть такой артист он играл петр мамонов и он говорит обложитесь со всех сторон свечками там в дыму в этом задохнитесь но она к богу вы не приблизитесь надо работать над собой конкретно вот я как увидел интересно так пример такой только сел в автобус дембель 2 едут солдата там ну и матеряться в автобусе то я думаю вот это да будет буду я свои уши стеречь часа три ехать то а потом себя осудил и сказал ну где они росли в какой среде отцы пьяные матери злые крещат только ничего не слышат ли он пришел там его гнобили в армии а на другой год он уже старичком считается теперь он других гнобил у него ничего не было не знает как к нему подойти вот уже путь проложен дальше марка 16 глава 6 стих он же говорит не ужасайтесь иисуса ищите на зарянина распятого он воскрес его нет здесь вот место где он был положен сегодня указать место где был положен не знаем но только одно знаем не ужасайтесь что все что услышали здесь идет против нас крестовые походы ради гроба пустого крестовые походы это надо было дойти до этого какое зло посеяли а уже все мусульманство было оформившиеся били их наконец наступил момент подставлять щеки не ужасайтесь напрасно ищите распятого здесь откровение 1 глава 18 стих и живой и был мертв и все жив во веки веков аминь и имея ключи ада и смерти ну вот это у гробницы сейчас но гробница даже она и не гробница все это сделано было то если бы сейчас господь то было и сказал я живой и жив во веки веков что вы пришли сюда зачем но разве мы делаем когда-нибудь так когда кладбище убрали кладбище там нас интересует не кладбище а похоронен один-то и кто туда пойдет почитать своих родных близких то нет если нет ее нету и нет там никого могилы раскопали когда там у вас готовили там заливать этого и если есть это и все пошло под воду это матер это пишет этот ваш писатель то виктор петрович так а не вере гонит смерти опишу и дальше 1 коринфянам 1 глава 21 стих ибо когда мир своей мудростью не познал бога в премудрости божией то благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих то есть спасается только юродством проповеди которые считали невероятным юродством безбожники ибо ибо и иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости а если этого нет благодатный огонь теперь показывает щель когда не запустили оттуда огонь вырвался а вы знаете что сатана все абсолютно может делать и разрушить и показать и щели будут а елены ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для елены в безумии вот если мы проповедуем о христе который воскрес который придет который дал духа святого для это соблазна это как же так столько лет питались это которые хранят ключи то эти люди то тоже что-то получают за это кто-то берет ключи а кто-то только хранит дает берет другой открывает для сами же призваны что для самих же призванных и иудеев и еленов христа божию силу и божия премудрость потому что не мудрая божия премудрее человеков и не мощная божия сильнее человеков а проповеди здесь ничего этого нет люди приходят там наружу и состоят и даже лесенка показывает стоит и ну лесенка там три ступеньки прямо просто переносная стремянка это ее трогать нельзя и столетие уже стоит она трогать нельзя но язычники и дальше лути 11 глава 16 стих а другие искушая требовали от него знамения с неба вот это и есть это искусители приходят который по сегодняшний день требует это там люди не просто приходят они молятся ой теперь благодатного огня не будет они не могут без этого жить он благодатный огонь господь разве такое обещал как я желаю чтобы огонь возгорелся этот огонь который они видят это легко делает другой дух луки 11 глава 20 стих если же я перестом божием изгоняя бесов то конечно достигла до вас царствия божия но если достигли царствия божия то гробница вообще ни при чем марка 8 глава 11 стих вышли фарисеи начались не спорить и требовали от него знамение с неба искушая его видите как требует и вот сейчас знамение не будет если огонь там не загорится никакого мошенства то труднее будет делать окошечка теперь никак а исследовали сколько раз никакого огня там и не было там все зажигается и тогда матфея 12 глава 38 стих тогда некоторые снежников и фарисеев сказали учитель хотелось бы нам видеть от тебя знамение видите как это было все это вот такое всемирное обольщение вот сегодня искушение даже высказать нельзя что еще готовится это не все и что разрешили там которые патриарх и где их сегодня уже начинает долбить вроде пока лежала плита на месте ее не трогали это явно дело что сейчас то на востоке пылает не недовольны иерусалим загорелся это теперь все идет из этого то именно то что хотел злой дух показать что он как бог царствует на всем матфея 12 глава 39 стих но он сказал им в ответ рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение и знамение не дастся ему кроме знамения и он и пророка как раз связано с гробницей кто требует которые там толпы ходят а то род лукавый и прелюбодейный другого названия им нет все во всех паспортах которые в зарубежные паспорта должно быть написано лукавый и прелюбодейный кто ходит туда лукавый прелюбодейный и не дастся кроме знамения он и пророка знамение он и пророка какое что его нет там его нет там это знамение в этом заключалось он был три дня во гробе и воскрес в чреве земли матфея 16 глава с 1 по 4 стих и приступили фарисеи и саддукеи и искушая его просили показать им знамение с неба он же сказал им в ответ вечером вы говорите будет ведра потому что небо красно и поутру сегодня ненастье потому что небо багрова лицемеры различать лице небо вы умеете а знамение времен не можете рот лукавый прелюбодейный знамение ищет и знамение не дастся ему кроме знамения и он и пророка и оставь их отошел все и рот лукавые лицемеры я хочу нет ни малейшего подтверждения что это именно есть гроб господень что получилось когда елена якобы нашла нечто что воины до сегодня сегодня бьются за каждый сантиметр пространство и требует чудес как у них там спор шел там посадили где-то какая-то смоковница а от нее тень падает и в тень сел не той динаминации как говорится там такая была говорит распри война настоящая он по тени у нашей смоковницы сидел этот монах там рожденные свыше водимой духом божиим никогда не будут попирать заповедь о любви преданиями и общепринятыми святынями вот говорят христос где и вот чаша грааля за нее гитлер бился сильно у кого чаша грааля тот будет владыкой всего мира это все отсюда идет иеремия 7 глава 20 стих посему так говорит господь бог вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие на людей и на скот и на дерева полевые и на плоды земли и возгорится и не погаснет а за что не за то что крышку извинули каменную а за то что живут без божьих гнев то божий вот от чего сейчас боятся трепещут что крышки прикоснулись взяли за что это делается эти люди да и там начинает их проклинать дальше иеремия 15 глава 6 стих ты оставил меня говорит господь отступил назад поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать это все речь идет никаких гробов нету ничто никакие плиты не защитят нет ты оставил меня бога живого копаешься неизвестно где могила ну и что могила но узнали мы это гроб господи как повлияет то на тебя что ты там был господа там нету 3 царств 13 глава 2 стих и произнес к жертвеннику слова господне и сказал жертвенник жертвенник так говорит господь вот родится сын дому давидову имя ему и оси и принесет на тебе жертву священников высот совершающих на тебе курение и человеческие кости сожжет на тебе то есть как же можно было прикасаться детской гробницы ничего произнесет слово такое бог дает повеление и и все везде будет так как господь говорит не боялись люди этого а как разобраться имя ему и оси это пророчество было господь говорит родиться сын этот разрушить все эти гробницы дальше язычников мы посмотрим какое отношение к нам имеет 4 царств 23 глава 16 стих и взглянул и оси и увидел могилы которые были над там на горе и послал и взял кости из могил и сжег на жертвенники и осквернил его по слову господню который провозгласил человек божий предрекший событий оси дело в том что отношение к мертвым у евреев было на на особом счету прикосновение к мертвым оскверняла человека делал нечистым он никуда не мог выходить а другие видели могилы памятники стояли но так они пришел и сжег и оси взглянул этот и один из немногих хороших правителей иерусалима но мы же пришли господу но иудеи в то время то они же не знали его что он господь когда они шли в эмаус и говорит был пророк в сильный слове в деле они как обыкновенному а нигде оговорок не было что если это вы думаете что пророк уж не говорят что бог и что не оскверняться они прикасались к телу ли иосиф снял его с дерева да он был нечистый по еврейским законам а если не так его сразу бы убили мы сейчас это увидим надо разрушить это ложное понимание отношения к умершим второе пара племенон 34 глава 5 стих и кости жрецов сжег на жертвенниках их и очистил иудеи иерусалим то есть отношение к мертвым вот такое было боялись и чтобы переменить это мнение в новом завете для этого потребовалось очень много и мы сейчас увидим что именно 4 царств 18 глава 4 стих он отменил высоты разбил статуи срубил дубраву и истребил медного змея которого сделал моисей потому что до самых тех дней сына израилевы кодили ему и называли его нехуштан все этого змея сделали по повелению взгляд на него исцеляла туку от укусов змей и господь говорит как моисей вознес змею в пустыне так належит быть вознесенную силу человеческому если даже повеление прямое было кодили ему это все перед этой гробницей делается мы вполне можем понимать что богу это наша жертва никак не может идти она вопреки всех законов идет и далее евангелие от иоанна 3 глава 14 стих и как сей вознес змею в пустыне так должен вознесен быть сыну человеческому крови и откровение 13 глава 13 стих и творит великие знамения так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми это 13 глава говорится о последнем антихристе ничего удивительного в огне в этом нет его приписывает кому а на каком основании тоже непонятно 1 коринфянам 15 глава 12 стих если же о христе проповедуется что он воскрес что он воскрес из мертвых то как некоторые из вас говорят что нет воскресения мертвых мусульмане 2 миллиарда не верят в это он не воскрес он не был убит если нет воскресения мертвых то и христос не воскрес а если христос не воскрес то и проповедь наша тщетно тщетно и вера ваша вот что за этим стоит самое главное проповедь о христе и вдруг она кажется тщетно если христос не воскрес а о чем то проповедь а гробах при том мы оказались бы и лже свидетелями о боге потому что свидетельствовали бы о боге что он воскресил христа которого он не воскрешал если то есть мертвый не воскресает ибо если мертвый не воскресает то и христос не воскрес а если христос не воскрес то вера ваша тщетно вы еще во грехах ваших вот приходят люди спросить вы все верите что христос воскрес ну да а зачем пришли сюда когда сказано было ангелом что вы ищете конкретно для чего вообще нигде совершенно непонятно а я прикоснусь к этому камнях где что лежал мертвые там будет исцеление откуда это взялось этого нету ни в писании нигде это мы сеем теле спорил дьявол с михаилом так и здесь сегодня поэтому и умершие во христе погибли если мы в этой только жизни надеемся на христа тому не счастлив всех человек люди которые приходят они ищут чудеса златоуз говорит я не нуждаюсь чудесах зачем мне у меня вера есть я верю что он воскрес и там ничего нету ничего нету мне уже не один раз из израиля приезжали люди встречались и говорят мы вам все оплатим съездить и хоть раз посмотрите я буду допустим деньги уже я пошел в аэропорту я сижу я день теряю лечу ну и что там я увижу я открою сейчас я увижу гроб дальше что камень мне нечего там делать это их туда запустили а которые снаружи то есть храм от их туда никто не допускает храм господин то нету никого но христос воскрес из мертвых первенец из умерших ибо как смерть через человека так через человека и воскресение мертвых как водами все умирают так во христе все живут каждый в своем порядке первенец христос потом христовый в пришествии его там есть место которое указывает на воскресение христа тем более воскресом из гробницы здесь ну и что кто-то родился воскрес воскрес от мертвых дел никто даже об этом и не помышляет и задачи такая не стоят не стоит чтобы проповедовать 3 царств 18 глава 38 стих и не спал огонь господень и пожрал все сожжение и дрова и камни и прах и поглотил воду которая во рве от бога был этот огонь почему этот огонь не жжет где-нибудь в библии есть такое что был огонь от бога и не жжет куст не сгорает прикасаться никак нельзя было это присутствие божие а сегодня сегодня каждый пасхальный первый день там и вот они вводят он нигде не жжет что за огонь из чего сделаны свечи 2 фессалоникийцам 2 глава 9 стих того которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправильным обращением погибающих за то что они приняли любви и истины для своего спасения то есть этот злой дух антихрист все это будет делать он тогда все это возьмет себе на вооружение 2 тимофея 3 глава 8 стих как и они и амври противились моисею так и сии противится истине люди разращены умом невежды в вере люди приходят туда не от большой веры иначе бы они не искали кто требует иудея почему требует веры нету не требует чудеса докажи непрерывно они говорили ему это луки 17 глава 20 стих был же спрошен фарисеями когда придет царствие божие отвечал им не придет царствие божие приметным образом и не скажет вот оно здесь или вот там ибо вот царствие божие внутри вас есть все всем гробам всем святыням подвинуться царствие божие жжу внутри если ты царствие божие жжу получил остальное не имеет никакого значения но только отвлекает и тратит деньги и время сказал также ученикам придут дни когда пожелать и видеть хотя один из дней сына человеческого и не увидите не гробницу не гроб а самого господа тут никто не желает и приходит но вы желали христа увидеть так нет его они это знают те не знали а эти знают знают и идут пустому гробу эти вообще не изменительны и скажут вам вот здесь или вот там не ходите и не гоняйтесь как не присутствует физическом теле как он воскрес но все-таки господь благословляет это место не ходите не гоняйтесь ибо как молния сверкнувшая от одного края неба блистает до другого края неба так будет сын человеческий в день свой но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом семь это отверженное христос таких людей не присутствует зачем они ходили каждый год а вот я там был а так гробу господне вообще не допускаю только в храм называется и как было в одни ноя так будет и в одни сына человеческого ели пили женились выходили замуж до того дня как вошел ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех а вот теперь поговорим что такое мертвый как относился израиль по повелению божию книга чисел 9 глава 10 стих скажи сынам израилам если кто из вас или из потомках ваших будет не чист от прикосновения к мертвому телу или будет дальнейшей дальней дороге то и он должен совершить пасху господню кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека нечист будет 7 дней спрашиваю тогда а как вы считаете от божьей матери была от оскверняется я говорю это все переменилось с воскресением иисуса христа но ученики то ничего этого не знали они к этому так как оставались в покое была суббота сегодня никто не остается прикоснется к мертвому телу и они знали что именно закон это действует на них и все знали это потом уже к нам пришло сознание когда осознали кто он теперь действительно это благословение прикосновения там гробу но мы-то живого бога знаем а то привяжется к этому вы считаете осквернение не считаю агей 2 глава 11 стих так говорит господь целов спросить священников о законе и скажи если бы кто нес освященное масло мясо освященное мясо в поле одежды своей по поле попали попал спали если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полое своей коснулся хлеба или чего-либо вареного или вина или 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 какой-нибудь пищи сделаться ли это священным и отвечали священники и сказали нет нет ничего не будет это не сметиться а второй вариант потом сказала гей а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу сделаться ли это нечистым и отвечали священники и сказали будет нечистым вот как какая сила тогда отвечала гей и сказал таков этот народ таково это племя передо мной говорит господь и таковы все дела руки их и что они приносят там все нечисто кому говорил то они понимали это нет никто не верил пороху почему кого из пророков не гнали отцы ваши степан говорит левит 15 глава 20 стих и все на чем она ляжет в продолжение отчищения своего нечисто и все на чем сядет нечисто и поэтому нам понятно почему люди так относились к мертвому человеку место на которое мертвец там ложился и прочее речь прямо об этом говорится потому что этот закон был для всех людей абсолютно для всех я нет именно так и поступали но когда уже господь открылся явился воскресший и они увидели тогда что в нем греха нет осквернение никакого нет но и сегодня-то гоняться некуда что вы ищете живого среди мертвых наше отношение должно быть самое благоговейное но мы даже не знаем то ли это место луки 7 глава 14 стих и подойдя прикоснулся к друг не 6 остановились и он сказал юноша тебе говорю встань это наинская до выхода остановился и прямо что господь знал что нельзя прикоснуться почему он князь он царь и поэтому смерть попятилась левит 21 глава 1 стих и сказал господь моисею объяви священником сына маароновым и скажи им да не скверняет себя прикосновение к умершему из народа своего вот это отношение которое было к телу господа нашего иисуса христа но другим не могло быть сегодня у нас это не вмещается да как так вот когда скажешь мощи трупа поклонники труп да как вы можете говорить я говорю а вы что считаете мощи это не труп это труп господь тело свое называет трупом где труп там соберутся орлы труп это умерший и нохеля придет придет и и написано и убьет их 12 глава откровения и бросит трупы их на улицах трупы но неужели матрона какая-то выше порока или и ноха левит 21 глава 4 стих и прикосновением кому бы то не было в народе своем не должен осквернять себя чтобы не сделаться нечистым это прямое говорится левит 21 глава 11 стих и никакому умершую не должен он приступать даже прикосновение к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себе понять для нас конечно странно так неужели учеников такое было мнение но другого не могло быть а если не так он должен умереть исход 29 глава 37 стих 7 дней очищай жертвенник и освети его и будет жертвенник святыня великая все прикасающие к жертвеннику осветиться все светится жертвенник для нас жертва христоса жертвенник святой крест на котором он был распят но его нету нету но говорят наши душ распилили топилки там на 100 частей разделили какой там крест через 300 лет и везде это там частица оживотворящего креста это обман давид 2 глава 9 стих в эту самую ночь возвратившись после погребения и будучи нечистым я лег спать за стеной дворца двора и лицом ее не было покрыто он рассказывает возвратился после погребения будучи нечистым он погребал людей иудеев это были уже мученики фактически нечистый луки 13 глава 35 стих все оставляется вам дом ваш пуст сказываю же вам что вы не увидите меня пока не придет время когда скажете благословен гряды во имя господне все запомнили одинаково теперь лука говорит и не увидите меня напрасно воображение развивать а я вот прикоснусь вот тут что-то получу нигде на это ничего нету да еще не могут получить когда даже не допускают туда не один туда только патриарх там раз в год сходит деяние 9 глава 39 стих петр встав пошел с ними и когда он прибыл вели его в горницу и все вдовица со слезами предстали перед ним показывая рубашки и платья какие делала серна живя с ними вот какое ходатайство за умерших показать что он сделал и когда мы слышим сегодня говорят о гробнице господне ну и храм во имя его то мы должны показать что он для нас сделал все вы во христа крестившись во христа облеглись мы получили от него новое бытие как говорится смерть и означает начало бессмертия мне очень нравится это выражение он нам это даровал и можем показать то есть же делами своими как и показал горит одежды белая которая есть праведность святых откровение праведность это одежда и там они показывали правильно матфея 14 глава 33 стих бывшие же в лодке подошли поклонились ему и сказали истина ты сын божий все от нас больше не требуется а теперь если бы та лодка была ее бы тут распиливали на самой мелкой господь на ней плыл ну и дала поклонники самое настоящее считай премудрость соломона и он там говорит дерево которое благословенно на котором приплывал там имеется ввиду мой ну а дальше то ну и все нет сувениры надо обязательно чтобы подпись поставил на дощечке сам бы господь еще вот бы было евангелие от иоанна 4 глава 23 стих но настанет время и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине ибо таких поклонников отец ищет себе не плите каменной воображаемой что это гробница была даже если гробница но в духе истине и и где евангелие от иоанна 4 глава 24 стих бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине что интересно к этой гробнице не лезут не лезут я протестантов просто не считал никогда почему писание знают они знают в духе и истине не здесь и не там где самаряне говорили бог всюду вместо поклонения бог не ограничил присутствием там у гроба умирает буквально ну чтобы войной завоевывать гроб но вообразить нельзя и при том 11 раз шли с войсками интердикт накладал папа в это время что если кто-то там не шел там на него что было и литургию совершать нельзя было ее только тихо шепотом мог совершать папа для тех кто пошел умирать туда римлянам 1 глава 25 стих они заменили истину божию ложью и поклонялись и служили твари вместо творца который благословен во веки аминь тут прямо твари тварь это творение крышку сделали и прочее здесь творца нету никак его и нету они его не ищут я говорю сколько разговаривал тут одинова привезли это у меня брат в иерусалиме и мы там встречались стал говорить на чего там ездить я уже три раза ездил то он сразу огневался прямо огневался и больше навстречу не пошел никак исход 3 глава 5 стих и сказал бог не подходи сюда сними обувь то есть ног твоих ибо место на котором ты стоишь есть земля святая ветхом завете это было в новом завете уже ни разу это не прозвучало и притом люди это делают наоборот если ты пришел но в обувь имелась ввиду не синтетика там объясняется что от мертвого животного чтобы не напоминала от мертвого что может взять а у нас сейчас так было сапоги на шею горит на плечи для на 15 километров деревню куда ходили раньше в церковь почина была церковь придут дальше обулись на святом месте обувши постояли вышли пешком пошли тут написано раз ты пришел то разуйся мы тут одно время в храм приходили босиком я босиком причащался давай 3 царств 9 глава 7 стих я истреблю израиля с лица земли который я дал ему и храм который я осветил имени моему отверну от лица моего и будет израиль притчей и посмещен у всех народов не сомневаться в этом господь это сказал израиль готовится встречать своего машеаха то есть антихриста и там искать святыню совсем не подобает христианам и заведуют там этим тех которые не христи совершенно не признают христа воскресшего из мертвых и едут туда и вот устроили какой порядок часы ключи то есть в другом месте никак там дерутся ужасно как я видел эти ролики луки 21 глав 5 стих и когда некоторые говорили о храме что он украшен дорогими камнями и вкладами он сказал ну лампадами крышкой гробом там что угодно то все можно снова поставить придут дни в которые из того что вы здесь видите не останется камня на камне все будет разрушено и сейчас все будет разрушено опять и спроси его учитель когда же это будет и какой признак когда-то должно произойти он сказал берегитесь чтобы вас не ввели в заблуждение ибо многие придут под имени моим говоря что это я это время близко не ходите вслед их вот как раз об этом говорится не я ну как раз присутствие боже предполагается зачем бы гробницы то них камни прилагаются то люди вкладывают здесь таинственный смысл что здесь господь а иначе зачем они туда шли особое место присутствие божие когда же услышите о войнах и смятениях не ужасайтесь ибо этому належит быть прежде но не тотчас конец и вот сейчас говорят крышку сдвинули а там уже и так война третья мировая началась это прямо подходит воины смятения какое отношение так крышки каменной имеет то кто ее положил когда ее вытесали ничего не знаю даниил 14 глава 27 стих тогда даниил взял смолы жира и волос сварил это вместе и сделав из этого ком бросил его в пасть дракону и дракон расселся и сказал даниил вот ваши святыни а сегодня там другое атомная какая угодно может быть все это разлетится деяние 17 глава 23 стих ибо проходя и осматривая ваши святыни я нашел и жертвенник на котором написано неведомому богу всего-то которого вы не зная чтите я проповедую вам вот вопреки святыням проповедь я показал ветхом завете 90 раз упоминается святыня плюс 21 раз не канонических книгах и в новом завете 7 раз и вот теперь мы посмотрим какие святыни в новом завете у нас и святыней и везде пишут гроб господин это одна или самая великая святыня на земле то больше ничего такого нету прикоснуться можно величайшая святыня посмотрим матфея 7 глава 6 стих не давать и святыне псам и не бросайте жемчуга ваша перед свиньями чтобы они поправили его ногами своими и обратившись не растерзали вас о чем речь идет какой святыни слово божие а его там вообще не звучит нигде святыни никакой нету дальше римлянам 1 глава 4 стих я открылся с сыном божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых а иисусе христе господи нашим через воскресение из мертвых по духу святыни там об этом понятия никакого не имеют ищут в камне святыни это наши святыни 2 коринфянам 7 глава 1 стих и так возлюбленные имея такие обетования очистим себя от всякой скверны плоти и духа совершая святыню страхи божием святыню спасения нашего жизни нашей жизни во христе наша жизнь называется святыней и все таинства которые бог дает но не лежит не крышка каменная куда лезут а сегодня реставрировать буду там вода там все 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 это переделает откуда течет 1 фессалоникийцам 3 глава 13 стих чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед богом и отцом нашим в пришествие господа нашего и иисуса христа со всеми святыми его аминь утвердить сердца ваши непорочными во святыне то есть в святой жизни святыня называется и там ее как ты обретешь то ясно что это приобретается в трудах в молитве а не там куда ты приехал и я там что-то захвачу благодать бочками черпают евреям 10 глава 29 стих то сколь чайшему думаете наказанию повинен будет тот кто попирать сына божия и не почитает за святыню кровь завета который освящен и духа благодати оскорбляет так что он говорит здесь о святыне кровь завета за святыню а сегодня это не почитают в любой день прищищайся приходи почему раньше так редко прищищались но редко четыре раза в году это нередко златоуз горит иные два года один раз это нередко святыня с каким страхом подходили а сегодня камню подходит это там нельзя там что-то будет а прищищать любой день может на днях на меня вышел один мальчишка с украины поговорили я говорю сейчас пост начинается пост он понятия никакого пости не имеет даже но я прищищаюсь каждое воскресенье говорит каждое воскресенье прищается вот попы за это ответят святыня попрана и поэтому из камней создают муляж для себя я пишу это верниги все проще это градация чудес большие маленькие знамени от умерших грешников и их тел ивангелия тяна 21 глава 25 стих многое и другое сотворил иисус но если бы писать о том подробно то думы и саму миру не вместить на написанных книг аминь а христе что он делал а не то что люди делают после него вот когда построена сейчас храм там где в стамбуле и вот сейчас там мусульмане хотят опять чтобы он у них было там такая смута то посмотрите просто зарядить и там стоят митингуют этот когда строил его кто там строил коза константин годовой бюджет два годовых бюджета государства заложили в него 10 тысяч человек только строили и отняли все ничего нету вот теперь не плащаница и оказалось что в разных местах у католиков плащаница это материя в которой христос мертвую был обернута 43 плащаница официально зарегистрировано 43 ну и что я нашел 52 места из святой библии о чем говорится вот я прочитал как относятся к крестам про спартака прочитал более 6 тысяч пленных были распяты вдоль дороги от капу и до рима крас военачальник так и не отдал приказ снять тела с крестов они висели на них годами а возможно десятилетиями распятие это данная казнь была известна в вавилонии в греции палестине карфагене но самое широкое распространение казнь получила древнем риме где она стала основным видом жестокой позорной мучительной смертной казни так казнили особо опасных преступников бунтовщиков которым христа приписали изменников военнопленных разбойников бедных рабов вот все что хотел сказать по этой теме что говорит писание о святыне а крестного распятия на кресте и что говорится в прикосновении к мертвому и как мы должны понимать мы даже резко показать грань а как в новом завете определение никакого нет сегодня но умирает допустим священник хоронят архиерея люди прикоснулись будет ли он нечистым указаний на это нет но и освещение идет только мы знаем там я уже действительность святыня и святынь все говорите даже и добавить и видно разумно это что честно говоря ничего добавлять все что сказано еще раз если можно это достаточно прослушать еще раз переслушать если недостаточно и мне кажется на этом все вот вот искренне положа руку на сердце говорю про тихо честно меня это впечатлило когда выйдет ролик я еще раз его пересмотрю и со все места которые было сказано прямо вот и чую еще раз проанализирую есть стихотворение у алексея толстого это паэт был такой создать встречное течение другие гребите там очень хорошая могу его даже если не знаете скинуть встречное течение нам не надо бояться что предание они говорили делали ты верь как господь сказал я тебе показываю отношение ко всему это и они приравнивают вот видите там война началась кого-то завоевателя россии приравнивают гробу господню но дьявол человека убийца и лжец он лжет подсовывает свои святыни и ну естественно что война была а какой связь с этим мы не знаем а вот на алтай там принцессу нашли принцесса какая-то и они все таки изъяли а тут бунтовали эти язычники то которые там шорсы ну и землетрясение было вы знаете там все было как какая связь между этим сколько было до этого почему вы не говорили никто не трогал а что революция произошла там тоже кого-то нашли не завтра перед революцией там тоже какого-то мертвого тронули то есть зависит от мертвеца не от бога не от наших грехов а господь везде в писании говорит за ваши дела я истреблю вас израиля благословенный избранный народ я истреблю его и мы все будут от одеть них я уничтожу их мгновение ока вот какое дело то и никакое здесь новое явление сегодня открыть по писанию это никак нельзя грех возмездие они от того что там крышку гроба сдвинули сейчас про помирают там выступает один другой ходас там этот эдуард и все этого вид делают что знать ни одного места писания нету вот я нашел это 63 что ли место писания которые по частям разъясняют как к этому относиться до тела христова свято прикосновение к нему свято но его нет там его нету а то что он там лежал мертвый теперь это святыня на тыс на 2000 лет и мы что-то получим придем нигде про это ни слова нету первые апостолы туда нигде не возвращались больше не ходили его нету это все мы другие стали совершенно мы опорочили веру свою предрассудками страхами языческими они тоже всего боятся а мы не боимся мы боясь и горит боящийся боя бойся господа чтобы не нарушить волю его сметую вот что я хотел сказать нигде сколько видел роликов сегодня слушал слушал там об этом нигде не говорят об этом все это только трогать нельзя это нельзя и что согласился и патриарх теперь не такой что разрешил вот нападают вот сегодня говорили будто будто бы я сам не считал но почти поверил что алфеев митрополит эларион сказал чтобы мы не делали там вроде идола из синодального перевода там много есть ошибок и прочее то если он говорил анафема ему анафема сразу же надо провозгласить он миллионы людей которые нашли путь поэтому новому завету он всех опровергает для чего он это сказал сам не знает а люди уже баптисты там или кто-то там язычники говорят так вот ваша книга какая напротив это ваш начальник говорит еще рехнулся или еще я не знаю как можно говорить на слово божие там много ошибок вроде не так перевели или что-то он знает что-то если он это говорил то так просто это не пройдет это обязательно будет что-то вот не надо бояться какую плиту сдвигают закрыли все благословен господь вопросов нет больше есть один мой давай это серьезно есть еще одно серьезно вы безусловно тоже вы там знаете я не знаю осветили бы это не я просто может быть не услышал но в частности второе событие в иерусалиме это возраждающийся негреон избрали раввина баруха кахане следующим первосвященником вот еще может быть несколько вот ваших слов я читал читал это ну что это говорит о приближении совсем рядом я еще раньше читал о том как генетики вывели две или три коровы абсолютно рыжие и туда выехали раввины проверили ни одной волосинки нету не али с нее почему решать и лица и пепел и для освещения нужен будет все подготовлено а это они отдали возите с крышками никому это никакой пользы от этого нет они же понимают они умный народ то и готовят они о пришествии до первосвященника избрали первосвященники есть допустим так но все ли они его примут потому что пришествие мессии они не раз уже объявляли габриэль бен давид как-то одно время было у них провозглашённо потом кончилось ничем там где-то его затерли и все это будет по другому весь мир придет к единению и скажут мир и безопасность и внезапно придет к папу а сегодня какой мир нигде ничего этого нету но им это нужен придет на три с половиной года раньше своего воцарения то есть он где-то а реально будет в израиле его все должны принять и дальше это пойдет это должно быть должна быть принесена жертва и они хотят именно этот храм где теперь мечеть забрать недавно они опять пытались там что-то реставрировать там подняли шум такой это ничего нет в один день все сметут и заново построят это это должно быть евреи ни перед чем не остановится сейчас только это донат трамп пришел и сразу евреи дружественно беседует но сенас нападут будете помогать и он прямо клянется у меня там взять евреи и я и я слышал это так что поэтому территория которая у них и которая территория враждебная в 500 раз больше недавно то данное смотрел и в 200 что ли раз больше населения которые вокруг чем в израиле полоска там на берегу и еще не могут сделать а что ты сделаешь за ними стоят могущественные покровители которые образовали то могущественное государство так что тут вот так мы это видим нигде не вмешиваясь ничего не говоря но ожидаем ей господи гряди и духа невеста говорят приди и мы это говорим но если мы хотим чтобы он пришел христос то поневоле перед ним три с половиной года принадлежат вот этой темной личности он придет его жди не жди а это так уже заказано он должен подойти да я знаю что за этим будет будут нападать то другое еще раз повторяю признаю святыню и если истинный гроб признаю но и никогда не поеду не зачем это наши святыни но святыни которые в новом завете были гроба не касались это проповедь благовестие святая жизнь таинство церковно все вот на этом надо остановиться не надо придумывать господь будет судить нас по слову евангелия от яна 12 48 а если по его слов все остальное нам ничего не поможет это мы здесь только пытаемся говорить веселиться веселую мину строить там будет по-другому все содрогнется он прикасается горам и городами отца вот так вот она все благодарю сегодня целый день готовился по славу боже хороший человек дал ему господь